всем привет друзья мои сегодня мы будем делать ремонт кондо дио ремонт редуктора этот скутер у нас специально используется для станта я его забацал и он получил у меня подход просто нереальное количество раз он падал получал по кочкам серьезно белка течет у все уже короче трупах нам надо сначала забрать редуктор и посмотреть потому что при том как едешь очень сильный хруст непонятный и немного есть лю в заднем колесе скорее всего это подшипник либо изнов шестерен и сейчас мы посмотрим на эту бричку как она выглядит или начнем ремонт первое что мы делаем это снимаем фильтр а потом крышку вариатора это все по-быстрому покажу для того чтобы не тратить ваше время обязательно нужно очистить от грязи чтобы грязь нам не попала туда в редуктор вовнутрь этот скутер я на нем уже второй год покатываю иногда по жестику но редуктор еще не трогать сорвем ему так сказать желательно закрыть сопла карбюратора для того чтобы туда не попадала грязь вот так для того чтобы снять задний вариатор нам нужно такая приспособа если съемника нету мы ставим ключ и трубку для распора вот так раскручиваем можно проверить на износ колокол вариатора здесь у нас все хорошо слава богу пока сильно он перегрет и синего цвета высокая была и он перегрелся болтики сняты теперь нам нужно его снять она там закисло бы долго никто не дергал его до этого я купил прокладочку для редуктора я наверно сейчас огорчу вас потому что я ему сильно давал скорее всего там будет торба внутри вот какую мы картину видим внутри этот подшипник у нас немножко имеет износ чуть-чуть есть износ внутри части я снял главную ось которая ведущая идет на колесо вот она и подшипник который вытащил с ним он оказался немножко и с боковым люфтом и с износом то есть болтается в нем сама ось также я все разобрал здесь внутри вот здесь все почищено и я решил поменять сразу вот этот подшипник и вот это то есть все подшипники под замену кроме одного внутри для того чтобы снять подшипники центрального вала отсюда я использовал свечной ключ с этой стороны вставил его несколько раз ударил теперь мне остается это все почистить снять сальники и вбить сюда вытащить старые и вбить новые подшипники я купил итальянские подшипники скф потому что я сильно газую на нем на заднем колесе и он получает сильные удары а итальянское качество как мы знаем на высоком уровне надеюсь оно будет служить долго также я купил новые сальники которые на колесо идет и которые внутренней части на вариатор новенькие стоимость вот этих вот двух сальников у нас один доллар а подшипники у нас идут по 3 с половиной долларов каждый это 10 с половиной долларов в интернете я видел метод вот этот подшипник выжать отсюда практически невозможно и я видел метод в интернете парень один впихал сюда пластилина и туда его вдавливал и выбивал не знаю насколько это выйдет сделать но надо пробовать потому что как я его туда вы выжму работала работала но я решил сделал одну фишку я пошел замерозил это все в холодильник потому что он бы просто так не вышел так теперь я все это очищаю чищу желательно конечно же охлаждать потому что при охлаждении металл сужается и диаметр уменьшился так все почищено теперь нужно открыть подшипники и вставлять их на место первый подшипник который я буду вставлять это будет подшипник на котором держится главный вал посадочное место смажем немножко маслом для того чтобы металл расширился и сейчас будем вставлять подшипник нагревать здесь сильно нельзя потому что у нас подшипник идет с пластиковой защиты теперь устанавливаем вот эти два подшипника но перед тем как их сюда установить они надо снять с них надо их оголить файлики забрать для того чтобы масло не попадало и и и и и и и и и так теперь нужно установить все элементы на место поочередно так устанавливаем все в обратном порядке сначала ставим сначала ставим центральную звезду и 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 последняя у нас самая маленькая самая длинная если подшипники сухие обязательно перед установкой надо их смазать обязательно перед установкой нужно проверить место стыка для того чтобы у нас не было пыли на элементе картера перед установкой нужно всегда приготавливать перед тем как вы это будете делать вам обязательно нужно будет сразу купить проклад и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...